мои дорогие сегодня будет совсем необычный мастер-класс даже сложно назвать мастер-классом это ответ на вопрос новых пряничников наших новичков и ответ как неудивительно точнее вопрос как неудивительно очень часто задаваемый как сделать надпись на пряниках выпуклой и золотой ну казалось бы опытные пряники сразу скажут ну сделайте надпись покрасьте кандурином и я тоже так всегда говорю своим новеньким ученикам и новоиспеченным пряничником сейчас я вам покажу как это делать у меня есть пряники можно сделать любой формы если у вас заказе сердечко кружок неважно делаем надпись надпись на пряники делаем густым айсингом соответственно я делаю его через корнет наш любимый плотный айсинг базовой консистенции то есть она не растекается она хорошо давится гибкая но остается на месте можно написать любую дату можно написать любое слово имя ну все что угодно если это свадебный заказ то обычно пишут инициалы либо дату свадьбы если это новогоднее поздравление то естественно с пожеланиями нового года счастья здоровья и прочее здесь можно сделать так как у меня пряники никакому празднику не относится я напишу слово мы не просто пишем и сразу не красим мы даем пряничку хорошо просохнуть спасибо кладем в сторонку и на втором пряники тоже что-нибудь напишем у нас грядет 2021 год год быка ну давайте это и напишем когда наши надписи хорошо просохнут самое главное в работе с пряниками и с такими пряниками золотыми надписями выбрать правильный кондурин фракция у кондурина должна быть мелкодисперсная то есть это должна быть золотая пыль ни в коем случае на ощупь не должны прочувствоваться гранулы мы должны просто прочувствовать реально пыльцу или пыль я обычно баночки с кондурином сразу заливаю спирт там он у меня еще есть небольшое количество спирт я держу в таком поливеризаторе и при необходимости его добавляю видите какой у меня кондурин золото такое яркое берем кисть кисточку не нужно брать очень тонкую то есть вот такая кисть слишком тонкая ей будет тяжело работать нам нужно более пухленькая кисточка я возьму вот такую что мы делаем я во первых перемешиваю кандурин вам не нужна пыльца и вам не нужен совсем не насыщенный раствор то есть должна быть такая слегка кашица достаем наши пряники они у нас сейчас просушиваются в духовке и будем красить не уверена что они просохли до конца но сейчас как раз и проверим давайте начнем со слова спасибо ой зацепила ссори смотрите кисточкой хорошо перемешиваю кондурин со спиртом и всегда на крышечке вы можете развести посмотреть какая плотность если будет только один спирт надписи не будет нельзя разводить сильно жидко то есть кисточка не должна быть вся в спирту и красим только сверху показать давайте на другом пленнике его уже немножко зацепила как не надо красить то есть сейчас я показываю правильный способ кисточки вот такая капля тоже и убираете это чревато тем что капля начнет растекаться и упадет ниже чем сделан надпись и у вас на самом пряники будет некрасивое пятно кондурин убрать с пряника но я думаю что невозможно без последствий сделайте тщательно если у вас в заказе большое количество пряников с надписью даже если пряник очень простой берите большую цену потому что каждую надпись помимо того что вы ее просто пишите вы потом второй раз аккуратно прокрашиваете кондурином это время и за время нужно платить где у меня концентрация кандурина была выше плотность жидкости которые я покрывала выше там надпись ярче больше блестит от спирт не заливать его в банку если допустим залили у вас остается внутри жидкость а вам нужно чтобы это было пульца оставьте баночку на открытом воздухе спирт выветрится и у вас будет опять сухой порошок видите как сделали да то есть вот она надпись вот она золотым цветом сделано и теперь пишем код быка и я вам покажу как убрать ну точнее завуалировать вот это вот пятно такую кашицу нет и очень хорошо закрашивает кандурин любой цвет даже если бы у нас надпись была черным цветом кандурин сверху бы перекрыл эту надпись как будет выглядеть надпись если мы плохо разведем кандурин сейчас я беру вообще вот самую жидкость она мне сразу плотно и если у нас будет концентрация кандурин а маленькая вот как серединке буква б видите надпись такая совсем блеклая то есть считайте я рисую просто спиртом сверху промазываю вот смотрите плотности как таковой нету может быть на картинке это на видео не так сильно видно но по факту так и есть так и сейчас сделаю густую кашицу и вот так выглядит буковка прокрашенная хорошей консистенцией кандурин а со спиртом да вот яркая и не совсем яркая вот запомнили буква б как она выглядела вот сейчас мы ее прокрасим ярким кандурин а вот смотрите она становится более плотная и читабельная что же делать если мы испачкали пряник ну вот в данном случае кандурин я беру кисточку лучше всего взять веерообразную кисть в моем случае использую вот такую вот кисточку как метелка окунаю небольшое количество кандурина беру на щетинку но это как бы единственный способ исправить мы просто добавляем еще больше и на фоне естественно всех этих капель наш мазок который мы сделали нечаянно уже не будет виден вот так выглядят золотые надписи не бойтесь выделать просто делайте аккуратно